Клауди Акансон из Израиля вот уже 30 лет верна своей профессии. Пятый год подряд приезжает в Россию, чтобы поделиться опытом в области помощи пожилым людям. На сегодняшний день не представляю себе другой профессии. Считаю, что у меня самая лучшая профессия в мире – медицинская сестра. Первая школа передовых сестринских технологий собрала в Самаре четыре сотни таких же, как она, работниц среднего медицинского звена, готовых постоянно расти профессионально. Такого количества участников с разных концов России, от Новосибирска и Екатеринбурга до Кирова и Волгограда, не ожидали и сами организаторы – областной онкодиспансер. Узнать побольше, поделиться, набрать побольше опыта, увидеть, как они работают, сравнить с нашей работой. Надеемся, будет опыт. Послушаем, посмотрим. Когда мы выезжаем из привычной обстановки, мы смотрим, как налажена работа в других медицинских организациях. Мы делимся, мы общаемся. Это бесценный опыт. Сидя на своем рабочем месте, невозможно саморазвиваться. Участники школы расскажут коллегам о всех передовых достижениях, которые уже внедрены в разных медицинских учреждениях страны, и должны дойти до каждой из миллионных медсестер, работающих в России. Цель – повысить доступность и качество помощи, а также профессиональный статус сотрудников среднего звена и их ответственность за пациента. При этом снизить нагрузку на врача. Начинаем мы с Самары, а следующий мы уже запланировали на премьер-месяц в Казани. И потом пойдет в Сибирь, и два раза в год мы будем вот так собирать, и чтобы люди рассказывали о всем том новом, о тех инновационных технологиях, которых есть. Доклады, запланированные в первый день работы школы, посвящены пациенту ориентированной модели оказания медицинской помощи, тайм-менеджменту, решению проблем кадрового обеспечения. Затем участникам предложат попробовать себя уже в деле. Второй день школы передовых сестринских технологий посвятят практике. В Самарском областном онкодиспансере пройдут мастер-классы по технике постановки внутривенных катетеров, инновационным технологиям ухода за тяжелобольными пациентами и особенностям проведения инфузионной терапии. Светлана Стребкова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.